Добрый вечер! В эфире программа Вести Южный Урал. Студия Ульяна Солопова. Я и мои коллеги расскажем о событиях, известных к этому часу. Коротко о главных темах. Митинг против террора. Сегодня на главной площади Челябинска собрались 15 тысяч человек. Полевые испытания новой передвижной электростанции. Коммунальщики готовятся к чрезвычайным ситуациям. АК Южный Урал. Сегодня в Челябинске прошло первое автомобильное шоу с участием малолитражных машин. Водители доказывали, что их автомобили ничем не уступают другим машинам. Сегодня в центре Челябинска прошел митинг с аналитарностью с жителями Беслана. Он оказался многочисленнее первомайских демонстраций. По оценкам милиции, выразить свое отношение к происходящему в Северной Осетии пришли почти 15 тысяч человек. Но главным отличием митинга стала даже нечисленность. Собравшиеся не делились на партийные или заводские колонны. Масса народа была монолитна. Репортаж Вячеслава Холмса. За шесть дней, прошедших с момента Бесланской трагедии, по стране прошла целая волна митингов. И южноуральцы даже успели упрекнуть в бездушии. Но сегодняшний рекордный по численности митинг снимает все вопросы. Около 15 тысяч человек всех возрастов и вероисповеданий посчитали необходимым прийти на Челябинскую площадь революции и хотя бы так поддержать людей из далекого Беслана. Главный вопрос, который сегодня задается при проведении любого массового мероприятия, это безопасность митингующих. Сегодня все ожидали увидеть несколько колец оцепления, машины с солдатами внутренних войск и сотни милиционеров, но Челябинское городское ОВД пошло по другому пути. Милиция не стала демонстрировать силу, а сделала упор на оперативную работу офицеров в штатском. В результате внешне казалось, что милиция даже меньше, чем на обычной демонстрации. Пусть Господь благословит и привит вселение на войне, души всех, кто, исполняет свой профессиональный долг, открыть себя в путь и хранить себя. Пусть Господь благословит нас, мир, мы же жители, хранить его, как опору своей души. Единственное, что выдавало напряженность митинга, были кареты скорой помощи. Они сразу по 4-5 штук стояли с краев площади революции и готовы были отреагировать на непредвиденные ситуации. Пока такого не происходило, врачи отпаивали валидолом стариков. Видимо, было распоряжение, чтобы пока ничего не проводить. Хотя сердце, кровь обливалось, что мы не вместе, вся область, все, все поколения. Мы должны были вместе, вот это вот должно случиться, я скажу так, ну третьего, ну второго числа, если не будет. Уже точно известно, что Бесланская трагедия непосредственно коснется дня рождения Челябинска. Город уже отказался от праздничного фейерверка и вечернего гала-концерта. И даже если днем на площади революции будет толпа горожан, вряд ли их соберется больше, чем собралось сегодня. Вячеслав Холмс, Виталий Черепанов, Вести, Южный Урал. Сегодня руководители региональной антитеррористической комиссии заявили об усилении мер безопасности на всех видах транспорта. В аэропортах вместе со службой авиабезопасности в досмотре пассажиров и багажа будут принимать участие и сотрудники милиции. Очередное заседание антитеррористической комиссии в центре внимания присутствующих трагические события в Беслане. На повестке дня безопасность на всех видах транспорта Челябинской области. О том, какие меры предприняты для обеспечения безопасности пассажиров, отчитываются руководители авиа- и железнодорожных предприятий, а также правоохранительные органы. Руководитель Челябинского областного отделения российской транспортной инспекции заявляет, все объекты с окраской терроризм находятся под круглосуточным наблюдением. За последние только 8 месяцев этого года проверено 108 транспортных предприятий, шлящих пассажирские перевозки регулярные. И 30% предприятий имеют недостатки. В ходе заседания выясняется, наиболее подготовленной оказалась Южно-Уральская железная дорога. Здесь создана надежная система безопасности. И даже в здании Челябинского вокзала установлено 77 видеокамер. Совместно с правоохранителями органами осуществляется комплекс мер по обеспечению устойчивой работы дороги, охрана объектов. Исполняющий обязанности начальника Южно-Уральского управления внутренних дел на транспорте отметил, проверка багажа и пассажиров, прибывающих в Челябинскую область, ведется стопроцентно. Однако определенные опасения вызывают южно-уральские авиапредприятия и в первую очередь аэропорт Баландина. На будущее нужно еще больше работать и технически перевооружать наш аэропорт, а не заниматься только там, кому что принадлежит и кто там сегодня хозяин. А думать о пассажирах, о пассажиропотоке, о нашей своей безопасности. Сам генеральный директор Челябинского авиапредприятия на заседании не появился. Вместо него о состоянии безопасности аэропорта отчитывался заместитель Николай Целуйко. Инна Шепелева, Александр Пономарев, Вести Южный Урал. Чрезвычайным ситуациям готовятся южно-уральские коммунальщики. Сегодня в Копейске они провели первые полевые испытания новой энергоустановки. Взяв за основу старый военный генератор, умельцы министерства собрали передвижную электростанцию. Она может поддерживать свет и тепло в 90-квартирном доме. В Министерстве строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства, когда этот аварийный комплекс был собран, сначала некоторое время решали, хвалиться им или нет. С одной стороны, повышается надежность работы коммунальных сетей, и это здорово. Но с другой кто-нибудь обязательно заявит. Коммунальщики ждут аварии, а значит аварии точно будут. Подумав, в Министерстве решили, южно-уральцы поймут все правильно. Обычно прожигают кабель, чтобы определить место повреждения на местности. В данном случае здесь есть установка, которая позволяет без прожиговым методом определить. Я думаю, что подобное оборудование должно присутствовать не только здесь, в городе Копейске, в каждом городе. Первым экзаменом для новой дизельной электростанции стал недавно построенный дом в Копейске. Он классически долгостроит, даже сегодня получает свет и газ с перебоями. Фактически коммунальщикам особо изобретать аварию и не понадобилось. Вводное звучало так. Дом и маленькая локальная котельная при доме обесточены. Вот стоит дом у вас на броде, нет тепла. Нет тепла почему? Потому что вышла из строя котельная, там прекратилось питание. Вот мы сейчас, вот эта дизельная электростанция, сейчас запитает котельную, которая сможет выработать тепло и подать вот в этот дом. На сегодняшних учениях дизельные электростанции понадобились минуты на то, чтобы в пятиэтажке восстановить свет, и примерно полчаса, чтобы поднять температуру восстановившейся газовой котельной до нормального уровня. Специалисты говорят, что такие же временные лимиты будут и в реальных ситуациях. Коммунальные аварии обычно страшны не своей сложностью, а именно своей неожиданностью. Собственно, именно поэтому в министерстве акцент делают на мобильности энергоустановки. Если сегодня ЧП произошло в Копейске, а завтра в Верхнем Уфале, электростанция обязана успеть поработать и там, и там. Вячеслав Холмс, Андрей Анисимов, Вести, Южный Урал. Южный Урал посетила еще одна делегация из Америки. Заокеанские гости выясняли, как в Снежинске расходуются деньги, выделенные США по программе «Инициатива атомных города». То, как снежинцы распорядились инвестициями, заслужило одобрение проверяющих. Репортаж наших коллег из Снежинска. Очень насыщенная программа визита была выполнена полностью. С присущей им дотошностью американцы выяснили, как обстоят дела на предприятиях. Некоторые из них были созданы в рамках международного сотрудничества. Другие, родившись на российской почве, стали затем участниками проектов и получили деньги на их воплощение. Как отметил на встрече глава Снежинска, сами деньги, может быть, и не такие уж большие. Но каждый проект дает толчок к инвестициям с российской стороны. И в конечном счете вклад становится равнозначным. Как уже привыкли в Снежинске, американцы прослеживают судьбу каждого доллара и каждого цента. Прослеживают ход выполнения каждого технического решения и предпочитают все увидеть своими глазами и пощупать своими руками. Что и было сделано в одной из квартир Снежинска. Включили домашний компьютер, зашли в интернет, связались со своей Брухевинской национальной лабораторией. Она на месте. Телефон в квартире при этом не занят. Интернет быстрый и надежный. В следующем программе значился завод «Преформ». Войдя под своды гулкого помещения на бывшей тарной базе, менеджер проекта Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Рон Нессе не удержался от восклицаний. Их суть – удивление тем, как все преобразилось. Тем временем истекли те пять лет, на которые изначально была рассчитана российско-американская программа «Инициатива атомные города». Руководители делегации, директора программы Мориса Малина спросили на пресс-конференции, почему тема обсуждения за круглым столом формулируется так – «после ухода ИАГ из Снежинска». Возможно, термин «после ухода» не вполне корректен, поскольку мы не собираемся уйти и закрыть за собой дверь. Это не так. Наша программа небольшая и располагает ограниченными средствами. Мы должны найти и применять новый подход к поддержанию и развитию этих проектов, уже не в столь обширном объеме, как это было раньше. И в первую очередь это признак того, каким успешным был город Снежин, сотрудничая с программой «Инициатива атомных городов». «А, я бы добавил так. Проверки закончились, теперь за работу товарищей». Елена Черных, Сергей Ведякин из Снежинска. А в Челябинск завтра прибывает московская делегация во главе с мэром Москвы Юрием Лужковым. Визит состоится в рамках проведения восьмой сессии Международной ассоциации городов. Ассоциация была создана восемь лет назад по инициативе Юрия Лужкова. В общей сложности в столицу Южного Урала прибудет 121 человек. Наряду с московской делегацией участие в ассамблее примут главы десятков городов России и ближнего зарубежья. В программе мероприятия «Круглые столы», региональная конференция «Радиоволновая хирургия» на современном этапе и знакомство с Челябинском. Делегатам покажут новые крупные спортивные объекты, школьные стадионы, дворы, зоопарк и другие достопримечательности. Завтра прибывает чартерный рейс из Москвы 12.20. Основная делегация. Мы их встречаем, размещаем и начинаем ознакомление с городом. А в Чебаркуле принимают итальянцев. Итальянские специалисты в области модной мужской одежды приехали на фабрику «Пеплас». По их мнению, именно здесь может произойти то, о чем многие мечтали. В России научатся шить так, как шьют в Италии. На Чебаркульской швейной фабрике уже год идет незаметная подготовка к перевороту в головах обычных россиян. Швейники задались фантастической целью – заставить потребителя ценить и любить костюмы, сшитые не в Германии, не в Италии, а именно у нас, в России. Чебаркульцы не пошли по пути автоваза и не стали требовать ограничений на ввоз импорта. Фабрика «Пеплас» выбрала честный путь и начала планомерно поднимать планку качества своего костюма. Я привез с собой и лейкала. На лейкалах была представлена модель очень хорошего качества. Мы взяли ее как образец, попытались сделать несколько моделей из этих лейкал. И должен сказать, что я очень был доволен, как у нас это получилось. Когда идея шить с итальянским качеством мужские костюмы на «Пепласе» только родилась, выяснилось очевидное – фабрика должна полностью сменить свои технологии. Сразу же определились, что уровень консультантов должен соответствовать цели. Как и на что менять, решал Марчелло Фабиетти, специалист, оснащавший фабрики Армани, Дольче и Габана. Купив лучшее в мире оборудование и истратив сотни тысяч долларов ради ровного плеча и правильного силуэта, «Пеплас» приступил к следующей и не менее большой цели. Президент Международной ассоциации дизайнеров легкой промышленности, человек, который приложил руку ко всем коллекциям крупнейших итальянских домов моды. Мэтр Лину Банфи приехал в Чубаркуль, чтобы научить мастеров «Пепласа» тому, чему машина никогда научиться не сможет – делать мужской костюм модным. Все это оборудование, которое у нас закуплено, позволяющее нам задавать определенные параметры для улучшения качества костюма, оно, в принципе, не дает того эффекта, если модель не модная, если модель не соответствует модному направлению. Сейчас чубаркульские мастера занимаются очень несвойственным для нашей легкой промышленности делом. Они учатся думать не категориями партии фабричных заказов, а категориями одного конкретного клиента. Лину Банфи неделю назад привез лекало костюмов из лучших коллекций этого года и предупредил. Он не уедет домой в Милан, пока не увидит, как на Пепласе из этих лекал сошьют идеальный итальянский костюм. Сегодня мэтр с удивлением признался – в России не придется долго задерживаться, но быстро поправился. За Лину Банфи приедут другие итальянцы и не менее известные в мире высокой моды. Вячеслав Холмс, Андрей Анисимов, Вести Южный Урал. Итальянский костюм от Бриони и Галстука Тармани – традиционные атрибуты богатых и знаменитых. Вип-персоны российского масштаба стали объектом выставки «Первополосные кадры». Герои нашего времени – известные политики, бизнесмены, деятели культуры, искусства, спорта. Без масок и грима. Экспозиция издательского дома «Коммерсант» стала подарком ко дню города Челябинска. Это эксклюзивные кадры, которые на журналистском языке называют «Первополосными». Известные политики, спортсмены, бизнесмены, деятели искусства, культуры и шоу-бизнеса. В необычном ракурсе, схваченные объективом фотокамеры. В списке Никита Михалков, Юрий Лужков, Борис Березовский. Встревоженное, напряженное лицо. Глаза, безусловно, наполненные мыслью, наполненные работой. И в то же время взгляд через щель вот такая и отстраненность, и наблюдение за событиями. Выставка стала не только подарком ко дню города. У челябинских фоторепортеров появился шанс начать сотрудничество с «Коммерсантом». Нашей тайной целью является как раз то, чтобы найти здесь, ну, если не сотрудников, то людей, которые могут нам, уништатных корреспондентов, фотокорреспондентов, именно которые будут для нас делать фотографии. Руководитель фотослужбы издательского дома Эдвард Опп провел мастер-класс для челябинских фотографов. И лично отобрал среди представленных челябинцами работ наиболее удачные снимки. Лучшими мастерами фото признаны Игорь Филонов, Сергей Васильев, Борис Каулин. Последний получил признание за снимок, отражающий трагические события последней недели. Проблема вот эта вот, да, через этого мальчика, она сейчас волнует каждого. И вас, и меня. Вы знаете, о чем я говорю. Вот мне показалось, что в данный момент сыграл это главную роль. Новую коллекцию снимков московские фотографы будут готовы представить уже в октябре этого года. Пройдет ли она турне по России, пока неизвестно. Линейшик Андрей Романов, Вести Южный Урал. В Атлянской воспитательной колонии состоялся праздник, свой день знаний. А за наук здесь постигают 200 учеников. На праздники побывала и съемочная группа. Праздник, посвященный началу учебного года, начался в Атлянской колонии с торжественной линейки, на которую приехали члены попечительского совета из МИАС, Озерска, Челябинска, родители воспитанников. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Праздничный молебен по случаю нового учебного года отслужили настоятель Свято-Троицкого храма отец Георгий и протеерей Челябинской епархии отец Павел. У каждого из гостей нашли для ребят добрые пожелания и, конечно, подарки. МИАСская делегация во главе с председателем городского совета депутатов Юрием Ярошенко привезла в колонию 300 комплектов канцелярских принадлежностей. Они будут очень кстати учащимся школы, в которой с 5 по 11 класс обучается 200 человек. Десятый год руководит школой Татьяна Сычева, а работает она в ней. Уже 24 года. Обычные ученики. Такие ученики, которым нужно много внимания. Ну, настоящие дети, в общем-то. Но с покалеченной судьбой наши дети. Есть среди воспитанников действительно способные ребята. Так, например, Андрей Шаройко учится только на 4,5. Он принимал участие во всероссийском конкурсе учащихся, проводимом некоммерческим благотворительным фондом «Попечитель» при МВД России и отмечен грамотой этого фонда. Дальше еще лучше учиться. Еще хочу лучше. Намного учиться. Хочу вообще на одни пятерки учиться. Частым гостем в Атлянской колонии является председатель областного благотворительного фонда детей-сирот «Надежда» Надежда Батист. Мы помогаем детям, сиротам, которые отсюда выпускаются, при выпуске одеть их. Потому что, ведь вы знаете, такая пословица «встречают по одежке, провожают по уму». Сегодня ребята посмотрели концерт, встретились с родителями, а взрослые обсудили первоочередные задачи. Строительство спортивного зала, привлечение к совместной работе родительского комитета, который создан впервые, а также новые рабочие и праздничные встречи. Надежда Клочкова, Юрий Карпов, Вести, Южный Урал. Не навреди! Сегодня в Челябинской клинической больнице номер один состоялся первый областной косметический форум. Рассказывает Марина Овчинникова. Не навреди! Этот врачебный принцип актуален и для косметологии. Поэтому не случайно, что местом проведения форума стала территория лечебного учреждения. Организаторами первой попытки объединения специалистов, работающих в высоко конкурентной индустрии красоты, стали кафедра пластической хирургии и косметологии, медакадемии дополнительного образования, ассоциация врачей частной практики и Челябинская школа эстетической косметологии. Наши косметологи в городе достаточно разрозненные. Обменяться опытом, может быть, даже неудачным опытом негде. И эта попытка, такого диалога, в конечном итоге, думаю, приведет к повышению уровня эстетических услуг в целом. Успех форума превзошел ожидания организаторов. Было зарегистрировано более 120 участников из Челябинской и Свердловской областей Башкирии. Доклады авторитетных врачей, презентации новинок рынка эстетической медицины, мастер-классы прямо в зале форума и даже ярмарка вакансий – все это оказалось весьма востребованным. Особое внимание, конечно, касается и Уральского региона, где на сегодняшний день сложилась замечательная школа врачей-дерматологов. И на самом деле мы рады, что именно этих людей заинтересовывают российские новинки. Красота не в ущерб здоровью руками грамотных специалистов. Такова была идея проведения форума. Маина Овчинникова, Николай Яковлев, Вести, Южный Урал. Сегодня городской службе спасения исполнилось пять лет. За это время создали и собственную базу, и свой учебный центр. Но больше всего спасатели гордятся службой кинологов. Репортаж Веры Инглиной. Одним из достижений Челябинской службы спасения стало создание собственной кинологической службы. В последнее время элитные обученные собаки появились во многих структурах. Но у спасателей собаки особенные. Лабрадоша Жасмин хозяина слушается беспрекословно. У нее нелегкая судьба. Меньше года назад Жасмин украли. Тогда с просьбами вернуть собаку выступали все средства массовой информации. В итоге Жасмин нашлась. И стало после этого случая еще преданнее. Главная задача собаки-спасателя – поиск людей. Обучение начинается с раннего возраста. Она привыкает в одном и то же месте искать. Тут много закладок не сделаешь, где можно спрятать людей. Она привыкает работать в одном месте. Поэтому мы стараемся, в принципе, по городу ездим, ищем какие-то стройки. Интересно, чтобы было с собакой работать, что-то с ней делать. Потому что мне интересно с собакой заниматься. Только никакого не будет. Спокойных дней у челябинских спасателей не бывает. Происшествие случается ежедневно. Ребята разбиты на группы, дежурят сутками. А после – физическая подготовка, занятия на тренажерах и бег. Сила, терпение и выносливость – основные качества спасателей. В городской службе работает 35 человек. Каждый прошел подготовку и специальное обучение. За пять лет прошли большой такой путь от понимания, что надо делать, как делать. Научились, как это качественно делать, как качественно спасать. Обучили, подобрали персонал. В планах челябинской службы спасения – оснащение современнейшим импортным оборудованием и создание системы раннего предупреждения кризисных ситуаций. Вера Инглина, Игорь Шабалин, Вести, Южный Урал. Сегодня впервые в Челябинске прошло автомобильное ралли АК «Южный Урал». Большинство участников – новички. Среди них – женский экипаж, инвалиды и студенты челябинских вузов. Главное условие – наличие автомобиля АК и желание победить. Инициаторами ралли выступили студенческие правкомы. Среди студентов немало автолюбителей, которым есть что показать зрителям и соперникам. АК – социальный автомобиль, поэтому к соревнованиям подключились и люди с ограниченными возможностями. Причем уровень их подготовки ничем не хуже остальных участников. За основу взяты российские правила. Судят соревнования – профессионалы. Красса короче, она составляет 54 километра. Естественно, по времени она будет непротяженной. Первый экипаж уже финиширует 12-38. В программе соревнований фигурное вождение, умение ориентироваться по дорожным картам и лавировать по заполненному машинами городу. Маршрут – театральная площадь, площадки вузов и финиш у Южноуральского госуниверситета. Для владельцев малолитражных автомобилей ралли еще один повод доказать, что АК – полноценный автомобиль, не уступающий другим машинам. Съезжу довольно-таки далеко, поездки длительные, та же самая трасса. Город вообще идеальный автомобиль. То есть трасса, трасса в принципе, то есть учитывая разрешенную максимальную скорость на трассе, АК вполне подходит просто. Лично командные соревнования проходят в нескольких категориях. Женщина за рулем, инвалид и общий зачет. Победителей ждут неплохие призы, среди которых, естественно, новый автомобиль АК. По мнению организаторов, ралли АК «Южный Урал» вполне может стать традиционным челябинским мероприятием. Дмитрий Туркин, Александр Пономарев, Вести «Южный Урал». А сейчас выпуск продолжат новости спорта. Магнитогорский «Металлург» прервал двухматчевую проигрышную серию в чемпионате России по хоккею в Суперлиге. В четвертом туре «Уральцы» в сухую победили в Москве «Спартак» 1-0. Единственную шайбу забросил Юрий Добрышкин. Руководство профессиональной футбольной лиги аннулировало 23 результата Садовика во втором девятии. В первой дивизионе «Урал» по Волжье и засчитало в них поражение. Основание выступления за клуб Башкортостана иностранца, что запрещено регламентом. Вердикт контрольно-дисциплинарного комитета отбросил Садовик с первого на последнее место. Поэтому челябинский «Лукойл» автоматически возглавляет таблицу и становится главным претендентом на выход в первый дивизион. Завтра нефтяники сыграют Садовиком в Стерли-Тамаке, а в субботу 11 сентября матчем с ветеранами московского «Спартака» откроют стадион «Центральный». Вход только по пригласительным билетам, которые можно получить в городском спорткомитете по улице Свободы 161. Челябинский юридический институт побеждает в командном зачете в чемпионате ГУВД области под «Зюдо» памяти Федора Мартынова. Соревнования во дворце «Динамо» проводились в трех подгруппах. В самой престижной из них праздновал успех Чуи. В других принимали поздравления Южноуральский и Аргояжский РУВД. В личном зачете один главный трофей уехал в Магнитогорск, а шесть остались в Челябинске. Навсегда останется в Челябинске и новый спортивный комплекс, который сегодня открылся на базе 41-й школы в Курчатовском районе. Это вторая подобная площадка в городе. Недели ранее первых спортсменов принимала арена в Центральном районе. При 41-й школе сейчас работает секция карате и есть договоренность о сотрудничестве еще с несколькими тренерами. А заниматься баскетболом, футболом, настольным теннисом, волейболом и хоккеем смогут не только номинальные хозяева комплекса ученики, но и жители близлежащих домов. Гордость школы – лучшая в Челябинске площадка для городошного спорта. Сергей Рыбин, Игорь Шабалин. Вести Южный Урал. Это все информация к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. По сведениям Челябинского гидрометцентра, сегодня ночью температура воздуха 6-11 градусов тепла. Завтра днем ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождей ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 15-20 градусов тепла. Временами дождей ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Временами дождей ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Продолжение следует... Продолжение следует...